Здравствуйте! Это информационная программа День за днём. В студии Рената Булхаиров и мы расскажем о самом важном в жизни Тобольской региона на этот час. Цифры растут вверх. За прошедшие сутки в Тюменской области 2382 заболевших коронавирусом. Выздоровели 611 человек. По всему региону развернуты фильтры, дополнительные сестринские пункты, куда могут обратиться пациенты с признаками ОРВИ. Чтобы первое, разгрузить, конечно, наше амбулаторное звено, в частности, поликлиники, чтобы люди не стояли там в очередях часами. И предоставить им такую возможность пройти фильтр, а это значит экспресс-тестирование, приём врача либо фельдшера, определение статуса больного или, так сказать, небольного. Ну а теперь о том, как работают фильтры и неотложная помощь в поликлинике Тобольска. Подробности в сюжете наших корреспондентов. В полной защитной экипировке медики проводят осмотр пациентов. В отделении неотложной помощи изменился формат работы. В холле поликлиники развернули несколько кабинок, отгородили их стойками. Контакт между пациентами сведён к минимуму. Нашим пациентам мы рекомендуем обращаться за медицинской помощью во второй половине дня, потому что в это время уменьшается поток пациентов и время ожидания медицинской помощи сокращается. Тем, у кого есть признаки ОРВИ на сестринском посту, измеряют температуру, давление, определяют уровень насыщенности крови кислородом. И если имеются показания, проводят экспресс-тест на коронавирус. В медкабинетах нескольких школ появились дополнительные сестринские посты. Для безопасности вход туда разделён. Пациенты никак не пересекаются с сотрудниками учебного заведения, а в помощь фельдшеру ещё и волонтёры. «Чуть подделим. Ага, всё. Молодцы. Можешь пить и всё. Спасибо». «Быстрее приём идёт, потому что фельдшер не отвлекается на то, чтобы взять мазки, на то, чтобы измерить давление, измерить температуру, измерить ситуацию. То есть мы быстренько это всё делаем. И она записывает, даёт назначение по лекарствам. И всё. То есть это намного быстрее проходит, и люди меньше сидят». Такие фильтры организовали в 7-13 школах Тобольска, а также в 1-х корпусах 16-й и 9-й. Там дистанционный режим обучения. График работы в будние дни с 8.30 до 16.00 часов. Перерыв с 12.00 до 12.30. «Туда может обратиться взрослое и детское население. Фельдшерами данных кабинетов будет проведён осмотр, назначено лечение и оформлен листок нетрудоспособности». А отделение неотложной помощи в детской и взрослой поликлиниках работает каждый день с 8.00 до 10.00 вечера. Шамиль Гулиев, Дмитрий Ужинцев, Тобольское время. С 7 февраля до 2 марта 2022 года будет приостановлен личный приём граждан и представителей организаций в исполнительных органах государственной власти Тюменской области. Это решение принято в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции. Органы власти будут работать с обращениями граждан и организаций в дистанционном формате, в том числе посредством Почты России. Согласно статистике, в России на 26% снизилось потребление рыбы. Чтобы у добыляков не пропадал интерес к этому исконному продукту, власти города приводят рыбный рынок в цивилизованный вид. Довольны ли предприниматели и покупатели, выяснила Ольга Куричко. Рыбный рынок в Тобольске поделили ещё четверть века назад. На северном торгуют Зои, она же Чимнас, а рядом дочь, брат, заловка. Люди южные, для них это родная стихия, схема поставки отработана. Вот год назад была Чебах, примерно рыба была 30 рублей, сейчас 50 рублей. Дороже стала рыба, потому что вода мало была, рыбы вообще почти не было. Рыба нам везут, вот это данный момент, вот эта рыба, ищем из района. Вот эта рыба, караси, карп, ищем из района. Лежь тоже оттуда. Остальные рыбы приближе к деревнях. Специалисты администрации города поэтапно склоняли предпринимателей к цивилизованной торговле. Запрещая повсеместно стихийные базары, с торговцами ввели диалог. Предприниматели высказали свое мнение о том, что где им хотелось бы торговать. Этими ставили включены схемы НТО, утверждены главы города. И предприниматели пошли законную процедуру аукционов. На градусовете согласовали внешний вид, индивидуальный проект. Именно по рыбникам обсудили размеры, ширина, длина павильонов, которые должны быть. И уже в дальнейшем непосредственно стали это уже разговаривать с предпринимателями. Семья Кулеевых обосновалась на бойком месте в 4-м микроэйоне. Быстро построили павильон. Все вопросы по согласованиям с архитектурой, энергетиками отрегулировали кураторы от администрации Тобольска. Раньше на улице коробком, кордоном стояли, торговали. А сейчас спасибо главу городу Тобольске. Они нас предоставляли такое место. Мы сейчас стоим вот так хорошо. У нас рыба ассоциирована. Когда на озере Андреевском в Тобольском заболоте обнаружили гавскую болезнь, опытные предприниматели быстро организовали поставки из других районов Тюменской области. Делая наценку от 20 до 100 рублей, они вполне удовлетворяют запросы покупателей. В любое время пришел. Все время свежее. Жалко, что не Тобольское. Привозное же все. Рыба здесь есть всегда, в любое время года. Последние пять лет цены особо не меняются. Лишь 140 рублей. Карась 80, судак 350. Глядя на это изобилие, можно смело сказать, что Тобольск – город рыбный. Потребности рынка и населения закрывают рыбаки-любители. И они хорошо и много ловят и карасей, и лещей, и карпа, и судака. Вот только современные хозяйки не очень любят с ними возиться. Ольга Куричко, Ярослав Прохоров. Тобольское время. В Тобольске завершилось голосование по выбору территории для благоустройства в 2022 году. Победителем стал проект реконструкции Александровского сада. Его выбрали 819 горожан. На выбор предлагался и сквер Ивана Беспалова в 4-м микрорайоне. За него табеляки отдали 311 голосов. Голосование проходило на сайте тобольскрешает.рф. Теперь горожане будут голосовать за варианты проектов. Чем оно лучше будет, это, я думаю, для каждого человека приятно и хорошо. И тем более гостям Тобольска тоже будет. Это очень хорошо. В Тюменской области завершился первый этап федеральной программы устранения цифрового неравенства национального проекта «Цифровая экономика». Бесплатный и беспроводной доступ в интернет стал доступен жителям более 200 населенных пунктов региона численностью от 250 до 500 человек. В Тобольском районе появилось 18 Wi-Fi точек, в том числе и в труднодоступных деревнях. Подробнее расскажет Елена Макова. Дело осталось за малым – перевезти товар, расставить на прилавки и добро пожаловать. Предприниматель Марина Казанцева в деревне Медведчиково открывает новый магазин. Просторный и уютный. И без интернета здесь никуда. В период пандемии особенно жители предпочитают безналичный расчет. Касса, терминалы, вот это все. То есть нам это очень нужно, чтобы проводить банковские операции по карте. И сама программа, она тоже работает с помощью интернета. Так что нам и интернет очень-очень нужен. В Медведчиково точка Wi-Fi появилась в рамках федеральной программы устранения цифрового неравенства. Оборудование позволяет бесплатно выходить в сеть на скорости до 10 мегабит в секунду в радиусе 100 метров в условиях прямой видимости. Здесь в деревне Медведчиково есть возможность у каждого жителя нашего населенного пункта спокойно подойти и непосредственно поучаствовать в всемирной сети интернет. То есть когда несколько лет назад у нас эта точка появилась, граждане активно этим пользуются, включая молодежь. Первый этап федерального проекта устранения цифрового неравенства в Тюменской области завершен. Благодаря чему в Тобольском районе появилось 18 точек Wi-Fi доступа в разных населенных пунктах. Это дает возможность людям, находясь в себе в населенном пункте, проводить всевозможные платежи, оформлять документы. Это очень важно, чтобы в отдаленных селах был скоростной интернет и чтобы люди не чувствовали дискомфорта какого-то цифрового неравенства. Тобольская линия устранения цифрового неравенства – технический проект высокой степени сложности. Он позволил обеспечить точками Wi-Fi и труднодоступные территории, такие как Заболотье. Проделана действительно колоссальная работа. При строительстве линий связи использовалась в основном технология воздушно-кабельного перехода. В 16 населенных пунктах района доступ в интернет специалисты организовали по оптическим линиям связи в деревне Ачиро и село Лайтамак посредством радиоролейных станций. Оборудование Заболотья доставлялось по зимнику. Кроме организации беспроводных точек доступа в интернет, в рамках федеральной программы параллельно модернизируют и строят оптические сети связи. Например, в Медведчиковой каждый третий житель деревни уже пользуется проводным скоростным интернетом. Елена Макова, Ярослав Прохоров. Тобольское время. В Тобольске лыжники-любители и профессионалы готовятся к самым масштабным зимним соревнованиям – лыжни России. На стадионе пробные прокаты трассы делают табылики от мала до велика. С подробностями Наталья Китова. Всероссийская массовая гонка «Лыжня России» проводится ежегодно и всегда считается большим зимним праздником. Для участия нет ограничений по полу, возрасту или физической подготовке. Многодетная семья Грушаниных все свободное время проводит на стадионе. У нас в семье 12 детей. У нас спортивная не только семья, еще и бабушка, дедушка. Поэтому с удовольствием занимаемся на свежем воздухе различными видами спорта. Конечно, всей семьей побежим. Это же весело. Мало того, что у нас и бабушка, и дедушка любители этого вида спорта. Раньше же вообще было все распространено. Поэтому с удовольствием примем участие. «Лыжня России» по-прежнему остается самым масштабным по количеству участников и географическому охвату зимним спортивным мероприятием в мире. Несмотря на то, что из-за пандемии соревнования немного сдвинули в сроках, подготовка к ним идет полным ходом. Для каждой категории участников подбираются соответствующие дистанции. Наряду с любителями на старт традиционно выходят спортсмены-профессионалы-ветераны спорта. А вообще готовимся. Функционалку свою повышаем. Уровень, чтобы показать достойный результат на «Лыжня России». Молодым конкуренцию составить. Мне уже почти 50 лет, а я до сих пор бегаю. Это отличное времяпрепровождение. Столько людей приходит. Так приятно смотреть, когда все на лыжах катаются. То, что лыжи не забывают. Идет лыжный спорт в массы. То есть это не может не радовать. Трасса отличная. Готовят сейчас все хорошо. Вообще молодцы, кто здесь работает. Каждый день тут все нормально. А вы каждый день катаетесь? Почти, да. Более тысячи участников готовятся в Тобольске выйти на «Лыжню России». Мы, конечно же, привыкли бегать. Лыжи для многих из нас в новинку. Но ничего. Освоим. Мы не только лыжи осваиваем. Мы стараемся везде принимать участие во всех мероприятиях. Так жизнь интереснее. Сегодня наш стадион, наши лыжные трассы, они готовы принять всех. И готовы предложить возможность для любых спортсменов, любителей поучаствовать в этом замечательном соревновании. Регулярно занимаясь лыжным спортом, можно получить огромный положительный эффект для здоровья. Тем более, что погода радует табаляков теплом. Наталья Китова, Рустам Рузеев, «Тобольское время». Далее прогноз погоды. О том, какие события будут происходить в Тобольске дальше, мы обязательно расскажем в следующих выпусках программы «День за днем». Смотрите нас и в телевизионном эфире, и в социальных сетях. До встречи! 4 февраля в Тобольске переменная облачность, небольшой снег, днем минус 3-4 градуса, ночью минус 5-6, ветер южный дует со скоростью 3-4 метра в секунду. Редактор субтитров А.Семкин